Он такой. Скажите, как вас зовут и чем вы занимаетесь для начала? Я Алексей, но сейчас временно безработный, а так таможенный брокер. А как бы вы смогли описать для иностранца, что такое русская душа? Что это душа? В современных реальных это сложно сказать. Вообще, как бы традиционно считается, что это как бы отдаешь все и не ждешь замены чего. А побывав в Америке, вы могли бы сказать, какая основная такая вот разница? Или может быть несколько, которые вы заметили между американцами и русскими? Американцы, они более практичные. Более, как бы можно сказать так... Ну, сконцентрированы на чем-то одном. Они не так распыляют свое внимание и род деятельности, как американцы. Если американцы, они вот так... Задали целью, тот столб, все, он пойдет прямо. А русский, может, там пойдет, как-то зебружин, как-то там посмотрит, там... Ну, да, понятно. А вот как вы относитесь, допустим, к американцам или вообще к иностранцам, которые приезжают сюда в Россию, в частности, в Санкт-Петербург, и живут здесь какой-то долгий период, занимаются бизнесом? Так называемые экспаты? Да. Нормально, я очень часто с такими общаюсь. Как бы вполне нормальные, адекватные люди. А если бы вам предложили работу, например, уехать за границу? То есть у вас был бы финансовый достаток, наверное, это не миллионы, о которых мы говорим. Смогли бы ли вы решиться на такое и, может быть, свою семью перевезти туда? Как вы на это смотрите? Ну, я это рассматривал, ситуацию как-то, но вполне мог бы на это пойти. То есть вас не пугает, в принципе, то, что нужно будет привыкать? Это совершенно другой мир? Ну, я, наоборот, люблю перемены. У меня как раз здесь сейчас якорево семья держит, но... Все-таки я, как такой человек, не могу все бросить. А вы коренной петербуржец? Да. Хорошо, спасибо вам большое.